Большую часть въездов в Новосибирск в этом году реконструируют по национальному проекту безопасные и качественные автодороги. В результате поток машин на этих участках должен стать более свободным. Гусинобродское шоссе сейчас расширяют с 4 до 6 полос. Здесь проезжую часть обновят полностью. Этим летом полотно заменят на отрезки от улицы Коминтерна практически до Гусинобродского кладбища. В следующем году до границы города. Продолжит Михаил Якимов. Гусинобродское шоссе реконструируют не останавливая движение. Теперь здесь расположен Новосибирский автовокзал. К нему нужен удобный подъезд. На оживленной магистрали постоянно открыты две полосы на въезд и на выезд из города. Нагрузка на Гусинобродское шоссе она очень высокая. Эта дорога пользуется популярностью не только у новосибирцев. Здесь много очень торговых объектов, где ведется оптовая, в том числе торговля. Поэтому здесь очень много гостей, много очень приезжих. Прежде всего со стороны Кузбасса. Работы на этом участке начали еще в прошлом году. В первую очередь вынесли от дороги коммуникации. На пересечении с Коминтерна было большое наличие коммуникации. Это сети связи и сети электроснабжения. Также, повторюсь, проложена ливневая канализация. В мае месяце будут работы продолжены по устройству ливневой канализации. Общая протяженность ливневой канализации километр. Из этого объема работ выполнены 50%. По национальному проекту безопасные и качественные автодороги всегда выполняют комплексный ремонт. Вдоль проезжей части уже установили новые фонари. Скоро построят тротуар и поставят светофоры. Но главное все же именно магистраль. Вот это еще старая дорога. Скоро ее полностью разберут и уложат не только верхний новый слой асфальта, но и полностью все глубиной на метр. А вот это уже две абсолютно новых полосы. Их построили с нуля. Здесь уже практически все готово, но даже сюда добавят еще один верхний слой асфальта. А точнее даже два небольших слоя. Когда полностью закончат строительство двух новых полос дороги, по ним пустят движение. А две другие полосы перекроют и начнут их реконструкцию. Старый асфальт скоро снимут с проезжей части. Будут использовать повторно. Укладываю новую конструкцию дорожной одежды. Это песок, геосинтетический материал, щебень и три слоя асфальтобетона. И как раз вот старую крошку, скажем так, в простонародье называемый профессиональный асфальтобетонный гранулят, он используется для расклинивания щебеночного основания перед укладкой асфальтобетонных слоев. Реконструкцию этого участка Гусинобродского шоссе должны завершить к первому сентября. Работа идет по графику. Сегодняшний дождь немного притормозил подрядчиков, но на итоговых сроках небольшие задержки не скажутся. Михаил Якимов, Даниил Смирнов, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал Новосибирские новости. Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.